всем привет я людмила лазарева и мы с вами восстанавливаем улучшаем себе зрение сегодня по вашим многочисленным просьбам я расскажу каким образом можно избавиться от астигматизма занимаясь определенным комплексом упражнений и так 10 упражнений которые избавят нас от астигматизма самое главное при любом заболевании глаз необходимо натренировать мышцы глаз так чтобы они напрягались и расслаблялись напрягались и расслаблялись вот в определенном комплексе мы сейчас будем учить это делать глаза чтобы избавиться от астигматизма пальминг наше все я не устаю об этом говорить начинаем мы с пальминга желательно это делать ночью и так мы растираем ручки пока у нас руки не станут теплыми делаем наш с вами фирменный пальминг превращаем руки физиотерапевтический прибор для этого мы расправляем каждый суставчик растираем ладони и прикладываем их глазам так чтобы мы видели темно туда глаза закрыть и посидеть таким образом минуты две закрытыми глазами делаем все чтобы наши глаза отдохнули полностью расслабились после этого не открывая глаз убираем ладони и начинаем рисовать восьмерки под закрытыми веками с максимальной амплитудой то есть как можно дальше стараемся смотреть глазами захват глаз как можно дальше после восьмерки открываем глаза и рисуем полуокружности глазами слева направо вдох справа налево выдох слева направо вдох справа налево выдох теперь нижнюю половину окружности слева направо вдох справа налево выдох слева направо вдох справа налево выдох с максимальной амплитудой движения глаз после этого мы снова растираем руки до тепла и теплыми руками массируем, переносицу между бровями, брови активно массируем, нос, скулы, особенно вот здесь наши челюстные мышцы массируем, уши и шею, вот здесь шею, шейные мышцы массируем, все это улучшает кровообращение и питает наши глаза и мозг. Кстати, я сегодня вам расскажу очень секретный секрет, слушайте. Следующее упражнение мы начинаем бегать взглядом, рисуя глазами, перебегая от точки к точке, рисуя глазами фигуры различные, с углами разной остроты, то есть прям вот активно так бегаем глазами, бегаем взглядом и рисуем эти геометрические фигуры. Это очень важно научить глаза не останавливаться долго на одной точке, а постоянно перемещаться. Затем мы начинаем усиленно моргать, причем моргаем мы сильно зажмуриваясь, моргаем до тех пор, пока у нас не начнет выделяться слезная жидкость. Активно смачиваем глаза, увлажняем глаза. При этом мы еще с вами не только смачиваем глаза, но и массируем веками роговицу и хрусталик. Далее известное нам с вами упражнение, мы активно рисуем наши кельтские кресты, то есть вверх-вниз, влево-вправо, по углам рисуем линии, причем стараемся как можно дальше их развести друг от друга. И рисуем окружность. Достаточно трех таких упражнений, чтобы мышцы глаз активно натренировались. Три кельтских креста. Следующий у нас очередной массаж. Мы растираем подушечки на ладонях и аккуратно, аккуратно, нежно трогаем глазные яблоки. Мы массируем и расслабляем глаз, заставляем глаз расслабиться, снимаем напряжение. Следующее наше упражнение. Мы моргаем, как бабочка, крылышками. Долго-долго моргаем до тех пор, пока у нас глаза не устанут. И наконец, под занавес опять растираем руки, делаем из них наш с вами фирменный физиотерапевтический прибор. Растираем межпальцевые промежутки. И вот этим нашим физиотерапевтическим прибором мы делаем снова пальминг. Минуты на 2 замираем. С закрытыми глазами, создавая глазам темноту, чтобы они полностью расслабились и отдохнули. А сейчас настало время для секретного секрета. Друзья, оказывается, в Китае очень активно рекомендует заниматься упражнениями для глаз. Китайские медики считают, что упражнения для глаз, которые мы делаем сами самостоятельно в течение дня, они очень укрепляют глаза и помогают восстанавливать, улучшать наше зрение. И поэтому именно в Китае, как нигде в мире, очень мало людей в очках и в линзах. А вы как думаете, помогают ли упражнения в борьбе с болезнями глаз? Пишите в комментариях, ставьте лайки, шлите донаты, подписывайтесь на канал и мы будем с вами вместе восстанавливать зрение. До новых встреч!